Вы забили гол и отыграли. Что вы можете сказать аудитории? Я не знаю. Выиграли важные матчи, очень важные. Благодаря таким матчам нас болельщики могут просить за сезон. Теперь надо полуфинал и финал выиграть. Очень важный игрок у нас. Мне показалось, когда вас меняли, вы что-то недовольны были. Какие-то пасы руками, вы хотели играть больше. Что это было? Нет, это эмоции были. Эмоции? Да, да. Ну да. А что по игре скажите? Насколько матч был равный? Вы играли с преимуществом? Никакого равного матча не было. Мы доминировали от начала до конца. И если бы не в удалении, мы все равно доминировали бы. Потому что мы просто сумасшедший настрой был. Просто сумасшедший. Не представляете. А в чем выражался настрой? То есть раздевалки там кипели все или как или что-то? Нет, почему не скипеть? Но это не объяснить. Надо присутствовать и чувствовать. Мне показалось, когда вы забили гол, вы руку поднесли к ушку. Ну потому что в прошлой игре такой же момент был, как у них там поднес ответочку. То есть вы так YZG отвечали, да? Да. У нас дома они это делали. Мы сегодня еще в важнейшем матче это сделали. Ну вы понимаете, короче. Вы злопаментный такой парень, да? Конечно. В этом смысле, да. В этом смысле, да. Да, по спортивному злой. Скажите, кому бы вы хотели в сопернике? Вы уже знаете, что «Зенит» уже не прошел. «Динамо». А могли бы выяснить? Ну потому что, блин, хочется их пойти дальше. Вот это принципиальный тоже матч. Когда вас заменили, вы были недовольны? А, это вопрос я уже отвечал. Ну, другой может быть. Вануаль объяснил, почему? А он не должен объяснять это его решение. Но все-таки вы были очень недовольны. Ну, конечно, я хочу узнать, это любой эмоции. Любой вы так, может сказать. Потому что я себя хорошо чувствовал, был на кураже. Но я думаю, это просто у меня желтая была за это. Зенит, вы видели, не видели, там ЦСКА-баннер был 1911. Они, возможно, так хотели вас пойти, что, мол, столетие там у вас недавно, а мы там против вас играем, возможно, в играх. Или не видели это? Я не видел. Да, вообще сегодня. Но можно сказать, что вы немножко реабилитировались? Все-таки, Нича Бла с Рубином тоже была близка победа. Но сейчас дата уже такая пройдена, да, историческая, можно сказать. И немножко есть, все-таки, так скажем, кайф от того, что победа наконец-то есть. Да, конечно. Более в таком матче. Такую важную дату. То есть столетия между собой никак не обсуждали, но остались численно цискали? Ну, мы понимали, что в столетие надо побеждать. Я же говорю, настрой особенный. В столетие, дерби, там, все наложилось, там, результаты. Мы должны были ответить на поле. Что такое? Дайте, дайте я на вопрос задавайте. Дайте, дайте, дайте. Я не знаю. Будете просить? Нормально все будет. Сейчас месяц-рамадан будет, если мы будем составить? Да. Я не понимаю, да? Да. Сегодня достаточно необычный состав был. А если посмотреть, кто тут в запасе, мне не казалось, что я в присутствии, когда ест по такому. Ну, потому что, ну, бывает такое, что проблемы со здоровьем, там, травмы. Я скажу, что сегодня был очень враг вот к некоторым ребятам, которые, несмотря на свои проблемы, которые у них были, они вышли и отработали, как никогда. Потому что были проблемы в здоровье, там, кто-то не тренировался даже перед этой игрой. Расскажите, кто? Ну, я не буду говорить, но... Ну, если вы начали, расскажите, что откройтесь. Зобнин, там, были проблемы, там, у Соболя были проблемы, у Литвина были проблемы. Вышли и как мужики отыграли. Ну, я очень горд за них. Огромное количество желтых кап. С чем вы это связываете? Дерби. Дерби, ребят. Ну, прям иногда такие ситуации бушевали, когда команда на команду. Потому что это дерби, это нормально. Это нормально. Зелимхан, вы сказали о том, что сезон становится неудачно, и это шанс, я правильно понимаю, отмазан за сезон. То есть, отмазаться можно только выиграть в Кубок. Да. Да? Лига Европы мы достойно выступили, и в Кубок надо еще достойно выиграть. И я думаю, нормально будет. Ну, отсюда будет следующий вопрос. В следующий месяц с Ростовом. Есть ли вы называться Кэкчевы? Конечно, конечно. Настолько про Ростов так, если вкратце. С Ростов? Ну, там Ростов очень серьезно, потому что там очень сильный тренер. И, ну, понимаете, с Ростовом непросто будет, тем более у них. Так что это будет очень тяжелая игра, и надо сфокусироваться. На поезде туда уже поедете? Вроде бы, да. Зелимхан, не играл Промис? Да. И уже не играл, по-моему, третью игру подряд. Это чувствуется, или вы настолько круты, что и без Промиса можете справляться? Ну, мы можем справляться без Квинси, но когда он на поле, это нам придает еще сильнее. Мы становимся еще сильнее, потому что это игрок высокого уровня. И он придает, там, опыт, эмоции, там, ну, вот, короче, он сильный. Большое количество ударов нанесли по воротам Акинхеева. С чем вы это связываете? Так слабо сыграла оборона ЦСКА? Не очень-то они сильны? Благодаря нашей атаке они сыграли так слабо. Из-за этого мы должны были их, я думаю, ну, больше забивать. Ну, как-то так. Ладно? Коллеги, спасибо. Спасибо, у нас сейчас уже следующее идет. Какой должен был чат по справедливости? Какой? 5-0. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok